Чукотский фольклор стал объектом изучения профессора Токийского университета иностранных исследований Такуса Курибита. Вот уже несколько десятков лет он собирает чукотские сказки, записывает предания и учит язык. В этот раз он прибыл на Чукотку, чтобы представить сразу пять своих новых книг, которые стали результатом работы японского лингвиста. Навстречу с профессором Токийского университета иностранных исследований Такису Курибита пришло много жителей окружной столицы. Всем было интересно познакомиться с представителем страны восходящего солнца, который почти четверть века изучает чукотскую культуру. Гость из Японии приехал не с пустыми руками, он привез пять новых книг своих переводов. Стараниями лингвиста переиздана редкая книга чукотских сказок, записанных еще в 30-е и 40-е годы прошлого века известным советским фольклористом Львом Беликовым. Сказки пастуха Николая Таке и чукотский фольклор о животных. Я собираю еще несколько ста сказки у меня есть. Я следующее, тоже еще книги, новые книги, публиковать. Надо сохранить чукотскую культуру. Я еще дальше, естественно, делаю француз, ученый Шарль Мейстен, мы двоем сейчас делаем тематические слова, чукотский язык. Такусу Куребита впервые посетил наш округ в далеком 1992 году. Тогда он и начал изучать чукотский язык. Сложность произношения, фонетики и словообразования привлекли молодого лингвиста. Он путешествовал по Чукотке, побывал во многих селах. Тогда же в селе Рыткучи он познакомился с Клавдией Геотваль. Известную на Чукотке сказительницу, песенницу и поэта профессор из Японии считает своим учителем. В следующий свой визит в Россию Такусу Куребита планирует посетить несколько национальных сел и даже оленеводческих бригад. По его мнению, там вдалеке от цивилизации сохранилась исконная культура чукотского народа. В Тунду надо ехать, поехать. Надо собирать. Стариков вообще, они знают очень трудно, какие-то сказки, легенды. Пусть и надо, пока они живут, надо собирать все, сохранить. Срочно надо делать. Такуса Куребита не только лингвист. В Токийском университете он рассказывает о Чукотке, о том, как живут здесь люди, как осваивают территорию, несмотря на трудности и суровый климат. Для жителей страны восходящего солнца он открывает край, где рождается день. В каждом поселке имеется интернат, школа, садик. То есть освоение активное и строительство на Чукотке началось в 40-50-х годах прошлого века. Это не первые книги японского ученого, переведенные на язык коренных народов Севера. В 2004 году он представлял в Анадре издание чукотских сказок на четырех языках – оригинальным французском, английском и русском. Среди новых книг, переведенные на чукотский, сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». История о маленьком одиноком романтике удивительным образом перекликается с чукотским эпосом. Возможно, Такуса Куребита видит в нем себя, путешествующего по загадочной планете Чукотка. Владимир Сироткин, Ярослав Сертун, Служба информации.